В эфире рейтинг бизнес-новостей в сети интернет по версии первого делового. Евросоюз опубликовал список украинских чиновников, в отношении которых были введены санкции. Список выложен в официальном журнале ЕС вместе с описанием санкций. В общей сложности в перечень попали 18 человек. В их числе оказались отстранены от власти президент Украины Виктор Янукович, который в документе назван уже бывшим главой государства и его сыновья. Кроме того, в черный список попали бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонко, ряд членов правительства экс-премьера Николая Азарова, включая бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и представителей силовых структур. Брюссель готов выделить Украине 11 миллиардов евро на ближайшие годы. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Борозу. По его словам, эти средства будут выделены как из бюджета Евросоюза, так и европейских финансовых институций. Валютный кризис почти парализовал оптовый рынок бензина. Трейдеры предпочитают ограничиться снабжением собственных АЗС и временно отказаться от поставок для оптовой реализации, либо пополнения запасов. Баланс рынка бензина в феврале 2014 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 на 25,3% и на 22,4% по дизельному топливу. Накопительный баланс по бензинам и дизельному топливу за январь-февраль снизился на 28,1% и 17,4% соответственно. По мнению специалистов, негативная динамика вызвана мерами Национального банка Украины, ограничившего доступ импортеров к валюте. Непрогнозируемость курса и отстрочка приобретения валюты на 6 рабочих дней привели к срыву контрактов с экспортерами. Кипру не избежать новой волны приватизации. Местные жители и сами государственные компании этим очень недовольны. Все боятся, что наряду с выделением нового транша помощи страна потеряет большое количество рабочих мест, а также пенсионные привилегии. Власти страны стремились одобрить очередной этап приватизации до 5 марта, так как международные кредиторы, которые и настаивают на продаже активов, установили эту дату в качестве крайней. Правительство предупреждало, что в ином случае стране грозит банкротство в ближайшие пару месяцев. Украинские компании задолжали дочерним структурам семи банков России в Украине 94 миллиарда 400 миллионов гривен. По словам банкиров, выданные ими кредиты на 100% обеспечены залогами из числа ликвидных активов. В то же время эксперты сомневаются в эффективности усилий россиян вернуть проблемные долги украинских заемщиков. Больше всего должны Проминвестбанку – 28 миллиардов 200 миллионов гривен. Об этом подробнее на iPress.ua. Таким был рейтинг бизнес-новостей. Оставайтесь с первым деловым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова